Всем привет! 8 марта еще не скоро, но мне захотелось заранее подготовиться и сделать подарок своими руками. Скажем, какого-нибудь красивого мишку. Это будут обои для смартфона. Работать я буду в программе Blender. И первое, что я начну делать, это искать референсы, по которым я буду делать своего мишку. Мишек просто огромное количество, и спустя некоторое время я нашел того, который идеально подошел для моделирования. Для того, чтобы было удобнее моделить нашу мишку, я нашел картинки с видом спереди и сбоку. Загрузил их в Blender и подогнал в правильных пропорциях. После этого начался сам процесс моделирования. Постепенно я сделал все части тела от пяток до ушей. По окончанию этого этапа у мишки появились очертания. Далее я добавил ему систему частиц, которые впоследствии превратил в шерсть. Покрутив различные ползунки, смог добиться вариативности в его шерсти. Так как одного слоя мне оказалось мало, я решил добавить второй слой для придания большего объема. Чтобы задавать различные позы мишке, необходимо создать ему скелет. Почему-то раньше мне казалось, что это невыполнимая задача, которую могут выполнить лишь люди, работающие в анимационных студиях или в игровой индустрии. Но посмотрев несколько уроков на ютубе, я понял, что в принципе ничего сложного нет, за исключением некоторых нюансов. Вот, например, один из них. Мы вращаем сустав, а шерсть остается на месте. Для того, чтобы это исправить, достаточно лишь передвинуть модификаторы в определенном порядке. В принципе, ничего сложного нет, но пока поймешь в чем дело, с ума сойдешь. Я не стал долго думать над окружением нашей сцены. Так как мишки живут в лесу, лес я и создам. Первым делом добавил плейн, который будет нашей землей. Затем замоделил несколько деревьев для заднего фона, а также немного камней различной формы. Из встроенного плагина создал кусты. Давайте собирать сцену. Медведя мы посадим на камень, и чтобы он не сидел сложа руки, замоделим ему сердечко. Перемещаем сердечко ему в руки. Пусть сидит радуется. Так как моим подарком будут обои для смартфона, создаем камеру и задаем разрешение вашего устройства. В моем случае это 1080 на 2400 пикселей. На задний фон добавляем наши ассеты. Оставлять пустую землю я не стал, так как выглядит это немного скучно. Сделаем что-то похожее на траву. Распределяем ее на земле. Делаем мелкие правки, и в принципе наша сцена готова. Переходим к текстурированию и освещению. В этой сцене создадим три источника освещения. Это HDRi карта, Array Light, и третьим источником освещения будет наше сердечко, которое придаст приятный акцент нашей композиции. Задаем спокойный, нережущий глаз цвета нашим фоновым ассетам. Трава в нашей сцене будет иметь оттенки синего цвета. Сердечко будет красным. Пришло время нашего мишки. Прежде чем задавать цвет для шерсти, заранее нарисуем маску для совмещения нескольких цветов. Например, основной цвет шерсти будет серый, а на лапах и животе цвет будет более яркий. Глаза сделаем так, чтобы в них было видно отражение. И текстурим все остальное. Для придания шарма нашей композиции необходимо размыть задний фон, как это делают профессиональные фотографы. Запускаем первый рендер и смотрим, где необходимо внести корректировки. Так я сделал около 10 рендеров и везде находил косяки. В конечном итоге у меня получилось это. А если тебе понравился ролик, ставь лайк и подписывайся. Всем пока!